И мы продолжаем нашу сессию, посвященную виртуализации от Microsoft для специалистов PMWeb. И мы рассматриваем с вами модуль номер 8, посвященный также управлению. В данном модуле мы будем с вами говорить о частных облачных решениях, посмотрим на их архитектуру и поговорим о том, как мы можем использовать портал самообслуживания второй версии от Virtual Machine Manager. Значит, начнем мы с вами сразу с вопроса о том, что такое частное облако. Поговорим о каких-то общих сведениях, связанных с частными облаками. Потом посмотрим, каким образом частное облако может быть реализовано при помощи Virtual Machine Manager 2014. Ну и поговорим также о портале сообслуживания. В общем-то, наша задача познакомиться с облаками, с облачными решениями, посмотреть, каким образом продукты Microsoft помогают организовать эти самые облачные решения. Ну и, в общем-то, посмотреть, каким образом за счет SSP 2.0 мы можем снизить затраты на администрирование и, в общем-то, предоставить бизнес-потразделениям возможность, более удобную возможность работать в рамках облака. Значит, начинаем мы с вами с основных сведений о частном облаке. И прежде всего вообще зададимся вопросом, что же такое. Под облаком подразумевают вообще что? Некий вариант модели предоставления IT-услуг в организациях. В данной модели ресурсы инфраструктуры виртуализации используются именно как услуга. То есть, по факту, облако – это некий вариант абстрагирования от понятий сервер, коммутатор, структурированная кабельная система, оперативное запоминающее устройство, CPU и так далее. То есть, у вас есть некий пул вычисленных ресурсов в облаке, вы о нем вообще в основном еще не представляете. На выходе из этого облака что мы получаем – сервис или приложение? Мы абстрагированы от того, на каком сервис, каким именем крутится данное приложение, и данный сервис работает, и каким образом оно предоставляется. То есть, нам нужен сервис, мы его видим, нам нужно больше мощности сервиса, мы их запрашиваем, мы их получаем. В этом возникает, как раз отсюда и берется название собственного облака. И вот исходя из данного определения, появляются основные характеристики облака, такие как масштабируемость. То есть, при необходимости мы просто наращиваем мощность нашего какого-то приложения или сервиса, или даже мы получаем данную мощность, не задумываясь. То есть, как бизнес-подразделение, мы с вами не ожидаем каких-то дополнительных поставок, какого-то оборудования и так далее. То есть, мы получаем то, что нам необходимо, облако является действительно масштабируемым. То есть, по факту, в полуучительных ресурсов просто добавляются какие-то мощности, и, собственно, данное облако разъезжается на большее количество мощных ресурсов, предоставляя больше мощности приложениям, которые работают в этом облаке. За счет этого достигается и некая гибкость или эластичность облака. Обеспечивается и доступность сервисов в облаке. Получается и дополнительный уровень автоматизации. В общем-то, обо всем об этом мы сейчас с вами будем говорить. Значит, с учетом того, как облако может быть использовано, облака делят на два типа. Облако может быть публичным, а может быть приватным или частным. У нас, соответственно, приватным облаком или частным облаком, но это облако, услуги которого, скажем так, предоставляются внутрь предприятия. То есть, у нас есть какая-то серверная, там каким-то образом организовано за счет каких-нибудь решений облако. И вот, соответственно, по сути, мы из этого облака вычерпываем какие-то сервисы и приложения. Если эти сервисы и приложения предоставляются внутрь предприятия, и внутренние бизнес-подразделения работают с этими сервисами и приложениями, то данное облако считается частным, и оно ориентировано именно на наше предприятие. Если же мы предоставляем из нашего облака, построенного на наших ресурсах, сервисы кому-то еще, то есть, предоставляем наружу другим предприятиям, то облако становится публичным. Соответственно, у Microsoft есть соответствующие решения, обеспечивающие организацию облачных вычислений. Это Windows Server 2008 R2 с поддержкой Hyper-V и System Center, в том числе с порталом самообслуживания Virtual Machine Manager. Но вот еще раз, более конкретно мы будем обсуждать эти вопросы далее. Соответственно, нужно нам с вами поговорить о том, каким образом мы перемещались от серверов к цодам и дальше уходили в облака. Соответственно, на самом деле на рисунке представлен традиционный цод, что это такое. Это сервера, на которых работают какие-то конкретные приложения. У нас с вами есть сервер приложений, есть четко сервер баз данных. У каждого из них оптимизированы вычислительные мощности под те или иные задачи. Соответственно, кто-то активно пишет на диск, кто-то потребляет много памяти и так далее. Собственно, мы с вами знаем наши ресурсы, но уровень использования ресурсов в таких ситуациях, как правило, судя по статистике, ниже 15%. Ну и действительно, вряд ли у вас процессор на вашем сервере все время работает с 80% утилизацией. Скорее всего, бывают такие моменты, когда процессор простаивает и только в краткосрочных пиковых нагрузках его утилизация приближается к 80-90%. Ну, соответственно, у традиционного отсюда есть стандартный набор возможностей. Мы можем обеспечивать его стабильность, можем обеспечивать его безопасность. Здесь все, в принципе, понятно. Дальше, в общем-то, следующим трендом была виртуализация. Когда мы повысили с вами утилизацию ресурсов до 50% и выше, то есть наши ресурсы начали работать с существенно более высокой утилизацией. И существенно урезаны были расходы на управление. Ну и вот следующий шаг – это облака и облачные вычисления, частное облако или вообще доступное публичное облако. В любом случае мы с вами, скажем так, уменьшаем расходы на управление. В любом случае мы получаем требуемые ресурсы по запросу. Ну вот общий доступный облако характеризуется еще глобальным доступом. Ну, неважно, да, соответственно, двигаясь от традиционного дата-центра к облакам, мы все равно остаемся на привычных нам продуктах от Microsoft. Для идентификации мы используем сервис Active Directory, операционные системы у нас, может быть, Windows Server 1008.2 и дальше мы двигаемся с вами к Ажуру, соответственно. Управление мы ведем также средствами систем-центра. Ну, в общем-то, в любом случае, если вы посмотрите, неважно, находимся мы в традиционном соде или в облаках, в общем-то, мы используем продукты Microsoft, и это для нас, в общем-то, достаточно удобно. В рамках облачных вычислений, да, мы делаем, вообще, при использовании облаков, мы используем облаков, да, мы используем с вами и делаем акцент именно на приложении и виртуальные машины. Ну, на самом деле, даже, я бы сказал, на сервисы и приложения. В чем суть? Ну, вообще, определенная услуга сама по себе, да, какой-то сервис порождается каким-то набором приложений. Приложения работают на виртуальных машинах. Соответственно, виртуальные машины, в свою очередь, крутятся на каком-то оборудовании. Вот если мы с вами, опять же, работаем в облаке, то для нас принципиальным является именно производительность именно самого сервиса или приложения. Здесь, наверное, имеет смысл посмотреть вот на следующую ситуацию. Как, в общем-то, раньше мы работали, когда использовали традиционные отсоды? То есть, если нашему бизнес-подразделению требовалось, я не знаю, там, допустим, подключить еще полтысячи пользователей к какому-нибудь приложению, соответственно, что происходило? Ну, не знаю, там, или требовалось какой-нибудь, там, требовалось, допустим, бизнес-подразделению веб-сервер для публикации каких-то материалов. Соответственно, вот бизнес-подразделение, формировалась некая заявка, там, в какой-нибудь бумажной форме на тему того, что им необходимо предоставить какие-то мощности для организации работы какого-то приложения, обеспечивающего доступность какого-нибудь сервиса. Соответственно, данная заявка дальше отправлялась, ну, собственно, в департамент ИТ, где она каким-то образом рассматривалась. Какие-то люди, соответственно, оценивали действительно необходимость в организации данной услуги, оценивали выгоду от услуги, оценивали затраты на предоставление данной услуги, согласовывали закупку новых мощностей, так как соответствующих имеющихся мощностей у нас не было. Оценивали затраты на развертывание данного приложения, нужно было закупать соответствующие, там, дополнительные, там, продукты, возможно, нужно было купить, там, соответствующие знания и так далее, и так далее. Пока все это согласовывалось, пока мы ожидали поставки оборудования от заказчиков, что всем знакомо, вряд ли поставки происходят в тот же день, как только вам в голову приходит идея завести новый сервис. Так вот, пока все это происходило, реально необходимость в веб-сервере у бизнес-подразделения могла уже и отпасть. В результате, если заявка была согласована, у вас получаются еще и мощности, которые в целом оказались не нужны. И как это работает сейчас, если у бизнес-подразделения возникает необходимая потребность в чем-то, представитель бизнес-подразделения заполняет соответствующую форму на SelfSRS портале, через автоматические рабочие процессы данная заявка согласовывается, соответственно, и одобряется необходимыми заинтересованными лицами, и автоматизированным решением бизнес-подразделению или его представителям предоставляется виртуальная машина, которая работает уже на имеющихся мощностях, которые уже развернуты, которые уже содержат все необходимые приложения, настроенные на взаимодействие. Грубо говоря, по нажатию на две кнопки по результатам заполнения заявки, моментально заинтересованным лицам или бизнес-подразделению предоставляется уже конечный сервис, без необходимости разбираться в тонкостях оборудования, программных продуктов и т.д. Надо отметить, что акцент мы делаем именно на работу приложений и мониторим таким образом. Мы с вами не работу сервера, диск или процессора, а работу приложения. Ну вот, собственно, внизу соответствующий тезис, он как раз достаточно ярко это отображает, что частное облако Microsoft это не просто там какая-то виртуализация, да, это некий вариант работы IT-подразделения, в рамках которого вся инфраструктура предоставляется как некий сервис, как некая услуга. Да, и приложения и запросы от конечных пользователей автоматически запускают какие-то рабочие процессы, процессы оптимизации, процессы настройки, миграции, создания дополнительных виртуальных машин для предоставления требуемого уровня сервиса этому самому конечному пользователю. Ну и, наверное, также стоит отметить идеальные схемы нагрузки, да, как, в общем-то, называется наш с вами слайд, на ресурсы в частном облаке, то есть для чего частное облако идеально подходит, для каких ситуаций в частности, да, например, когда у вас есть сценарий вкл-выкл, так называемый, да, то есть по расписанию постоянно или периодично, да, там есть какая-то определённого рода нагрузка на какой-то там ресурс, ну не знаю, там с утра все приходят, начинают процесс аутентификации или там начинают прямо с утра, пока у всех рабочее настроение, работать с каким-нибудь приложением, соответственно, и у вас, соответственно, данное приложение в какой-то момент активной и нагрузка является, ну, соответствует обычному использованию. Дальше может быть какой-то период неактивности работы приложения и дальше опять, в общем-то, нагрузка повторяется. Соответственно, данный сценарий идеально подходит для облака, так как сервис будет предоставляться по потребностям пользователя, а на самом деле внутри этого самого облака будет происходить примерно следующее, когда необходимо, будут включаться дополнительные виртуальные машины, обеспечивающие балансировку нагрузки, обеспечивающие работу самого сервиса в штатном режиме. А после того, как наступает период неактивности, данные машины могут в ней эксплуатироваться. И самое главное, не утилизировать аппаратные мощности ресурсов, которые могут потребоваться для чего-то другого. То есть виртуальные машины гаснут или переезжают на один сервер, на сервер, который простаивает и на нем не работает виртуальная машина, перестает потреблять лишнее количество энергии, из-за этого меньше выделяется тепла, меньше тратится электроэнергии на оборудование. И мы с вами получаем тот самый green data center, зеленый data center, который так активно приводился в качестве положительных доводов от виртуализации. То есть действительно мы с вами эффективно используем те ресурсы, которые нам с вами необходимы. Еще один сценарий, например, быстрый рост. Точно такая же ситуация, когда в организации, допустим, есть постоянный рост потребностей, появляются новые задачи, возрастают мощности и требования к определенному сервису. Соответственно, в старой среде, в обыкновенном дата центре пришлось бы, опять же, докупать какие-то мощности под работу определенного приложения, пришлось бы ждать поставок, пришлось бы выполнять организацию масштабирования, возможно, перестраивать архитектуру самого приложения. Ну, в общем-то, это все было бы связано с какими-то проблемами. В то время как, да, соответственно, в облаке, скажем так, быстрого устребования к ресурсам, в общем-то, спокойно амортизируются именно ресурсами самого облака. Ну, и аналогично, да, там, опять же, со случайными пиками, то есть, рандомными всплесками в использовании каких-нибудь ресурсов или програтируемыми пиками. Да, в общем-то, в любом случае нам с вами некую гибкость и эластичность облачные вычисления предоставляют. Далее, частные облака с средствами Virtual Machine Manager 2012. Значит, еще раз, нам с вами нужно посмотреть, что такое облачные вычисления. Да, это особая технология предоставления ресурсов, таких как процессор, память, там, система хранения данных в качестве сервиса. То есть, облака подразумевают использование ресурсов в группе серверов и прочего оборудования, взаимодействующего таким образом, что для клиента вся группа выглядит как единый виртуальный сервер. И клиент может гибко и прозрачно менять объем употребляемых ресурсов. При этом в облаке как услугам можно представить следующие сущности. Соответственно, приложение как услуга или программное обеспечение как служба или решение как услуга. Ну, вот, в общем-то, любой из этих нас сегодня подходит, да, в общем-то, приложение как услуга. Примерами являются, ну, например, не знаю, там, Office 365 или Windows Intune. Смысл заключается в том, что вы практически из любого места, любого оборудования, имея, ну, грубо говоря, браузер Silverlight, можете подключиться к консоли администрирования Windows Intune и посмотреть, каким образом там накатываются и устанавливаются обновления на вашей рабочей станции, в вашей инфраструктуре. Соответственно, вы можете управлять, там, проверками ваших компьютеров в инфраструктуре на наличие каких-нибудь вирусов или спайвер-программ и так далее, да. То есть, по сути, вы получаете доступ к самому приложению, не имея у себя на компьютере самого этого приложения, да. То есть, вы просто являетесь неким, ну, там, подписчиком данного приложения, и вы получаете приложение и платите ровно за использование данного приложения, а не за, там, покупку этих серверов и так далее. Можно в облаке предоставлять и платформу разработки, да, то есть, у вас может платформа предоставляться как сервис. И здесь уже вариантами и примерами такой организации может быть платформа Windows Azure или Azure, как вариант действительно некой платформе, на базе которой вы будете проектировать какое-то свое приложение, какое-то свое решение и будете предоставлять его также в этом самом облаке. Ну и третий вариант, это вариант связанный с предоставлением инфраструктуры как службы, когда в аренду по сути задаются некие мощности, ну может быть мощности виртуальных машин, на которых мы уже можем разворачивать в принципе все, что нам требуется. То есть все зависит от пожеланий и требований заказчика, просто ему предоставляются те мощности, которые стоят в некой виртуальной серверной, ну и вот собственно он пользуется процессором памяти, ровно так, как считает ты нужным, ну и платит за потребление уже соответствующей инфраструктуры. Здесь примером и решением соответственно является сервер 2008 R2 с установленным Hyper-V, ну и соответственно управляемый систем-центром. Вообще платформа управления здесь играет ключевую роль, мы с вами сейчас как раз тоже об этом поговорим. Значит преимущество облака, ну еще раз, да, акцент мы делаем именно на работе службы приложений, заказчик платит именно за работу сервисов и приложений, а не за закупку, хранение, обслуживание избыточных мощностей. Поэтому, ну это само по себе уже есть преимущество. Второе преимущество это то, что приложение в облаке уже заранее скажем так отказоустойчивое, надежное, да, то есть приложение характеризуется высокой надежностью и отказоустойчивостью, здесь мы с вами это видим. Вместе с тем, да, вместе с High Variability, да, вместе с высокой доступностью мы получаем с вами улучшенную, более простые процедуры восстановления после сбоя, да, там возможно мы можем перезапустить какие-то машины, делать это может в автоматическом режиме, можно попробовать перезавернуть какие-то машины в случае там какого-то серьезного сбоя внутри самой виртуальной машины и так далее. Облака также высокоавтоматизированы, что требует меньше внимания от администратора и также мы этот тезис с вами в рамках слайда видим, это факт. Мы, в общем-то, не зря говорили с вами про обеспечение автоматизации средствами System Center, PowerShell, Palis и так далее. Вообще в целом нужно понимать, что приложения и сервисы в облаках разворачиваются, меняются или восстанавливаются за считанные минуты, недели как в традиционных цодах, поэтому вы получаете существенно большую гибкость и скорость в своей работе. Мы с вами также говорили, что в традиционном цоде, чтобы там разворачивать какой-то сервис или приложение, возможно, под него нужно сначала заказать оборудование, ждать поставок от поставщика, потом, соответственно, нужно, опять же, организовать сопутствующую инфраструктуру, подключить необходимое оборудование друг к другу и так далее. Если мы работаем в облаке, то мы в считанные минуты получаем нужный нам сервис. Делается это благодаря, опять же, системе управления, в частности, Virtual Machine Manager 2012, именно потому что данная система позволит нам с вами организовывать облаки средствами наших цодов. Ну, в общем-то, мы с вами сейчас, опять же, будем об этом говорить далее. Каким образом Virtual Machine Manager выступает в роли платформы для создания инфраструктуры как услуги? То есть мы с вами говорим именно о том сценарии, когда у нас есть предоставление в качестве сервиса целой инфраструктуры, соответственно, ну, по сути, Virtual Machine Manager действительно является платформой для предоставления такой инфраструктуры, для предоставления инфраструктуры виртуализации, можно даже более конкретно говорить, так как позволяет организовать централизованное управление всеми имеющимися в облаке мощностями. Да, мы с вами говорили, что Virtual Machine Manager может управлять неразличными хостовыми серверами, которые могут работать и под управлением VMware, и под управлением Citrix-овых платформ, и под управлением, соответственно, Microsoft Hyper-V, не принципиально. Ну, и самое главное, мы можем управлять абсолютно всеми аспектами, скажем так, виртуальной среды, в которой у нас с вами крутятся те самые приложения, которые акцентируют свое внимание наш заказчик. Ну, вот, соответственно, надо отметить, да, что Virtual Machine Manager действительно полностью управляет всей фабрикой серверов, или полностью управляет вообще всей структурой, находящейся внутри облака, определяет хостовые узлы, на которых нужно разворачивать те или иные виртуальные машины, на которых, в свою очередь, будут работать те или иные приложения, которые также на эти виртуалки разворачиваются. Все это коррелируется с требованиями заказчика к мощности самих сервисов, ну, которые, в общем-то, будут зависеть от выделяемых данным сервисом ресурсов, оперативной памяти, не знаю, центрального процессора, сети и так далее. В результате, что мы получаем? Что потребители будут отделены, реально отделены от физического уровня, будут получать доступ, опять же, к сервисам, а Virtual Machine Manager будет управлять всей этой структурой. Частные облака. Следующий вопрос, который обсуждаем. Мы уже, в общем-то, начали говорить о том, что частное облако, по своей сути, это представление сервисов внутрь компании, где наши бизнес-подразделения, ваши компании, да, получают сервис, опять же, будучи абстрагированными от реальных ресурсов. Соответственно, основой для организации такого частного облака будут вычислительные ресурсы нашей сети, ну, то есть, сервера, узлы, группы узлов, кластеры. Соответственно, также, помимо вычислительных ресурсов, в основу частного облака у нас с вами будет, естественно, входить и хранилища, различные хранилища данных, система хранения данных, ну, и, собственно, сеть также мы с вами организовываем, скажем так, как основу нашего облака. Надо отметить, что также к характеристике частного облака будут относиться и такое понятие, как делегирование, да, тоже, в общем-то, неотъемлемый атрибут облака. Почему? Ну, потому что, например, если я там являюсь представителем бизнес-подразделения, прихожу на тот же самый сервис-портал, который мы с вами будем обсуждать далее, я могу попросить только то, что мне доступно, да, и то, что определено как раз делегированием полномочий на мою роль. Я могу делать именно это. То есть, я ограничен выбор ресурсов и не могу там запрашивать тысячи терабайт памяти для реализации своего сервиса. Ресурсная емкость облака, соответственно, что нужно тоже здесь отметить, что облако по своей сути агрегирует ресурсы, находящиеся внутри, ну, не знаю, внутри самого облака, внутри нашей серверной, да, там, если мы говорим о частных облаках, облаках. И при всем при этом надо отметить, что все эти общие ресурсы инфраструктуры, агрегированные в емкость облака, на самом деле могут быть превышены, то есть допускается превышение лимита на ресурсы. Ну, за счет чего это происходит? За счет того, что сервисы и приложения, функционирующие в облаке, не всегда работают на пике своей нагрузки, да, соответственно, в момент простой одного сервиса мы можем с вами также ресурсами, выделенными изначально под него, обслуживаете какое-то другое приложение, какой-то другой сервис. Обратите внимание, мерами ресурсной емкости, что у нас является, ну, что, в общем-то, логично, да, там, виртуальные процессоры, память, место на систему хранения данных, можно настраивать, опять же, различные квоты на количество разворачиваемых виртуальных машин и так далее. Возможности облака. Значит, сразу к возможностям стоит отнести, во-первых, высокую доступность виртуальных машин. Соответственно, известно, о нем уже говорили и будем говорить также дальше. Плюс ко всему нужно отметить, не знаю, там, возможность ограничивать коммуникацию между виртуальными машинами, да, то есть проводить оптимизацию сетевых ресурсов, оптимизацию использования сетевых ресурсов. Ну, не знаю, например, если у вас работает несколько серверов в виде виртуальных машин, там, допустим, сервер приложений, сервер баз данных, и обслуживаются они одним узлом виртуализации, то трафик между сервером приложений и сервером баз данных будет, скажем так, изолирован в рамках одного узла, то есть реальностевая инфраструктура, чувствовать передачу данных именно эту не будет, да, таким образом вы будете оптимизировать, не знаю, использование сетевых ресурсов. У виртуальных машин есть свои ограничения, да, опять же, на количество используемых процессоров, памяти, там, дисков, сетевых карт и так далее. Обратите внимание, что приведенные ограничения виртуальных машин соответствуют базовым ограничениям технологий Hyper-V, Zen и VMware, то есть, грубо говоря, это не ограничения виртуальных машин, которые вы можете использовать в Microsoft, да, соответственно, это именно те ограничения, которые диктуются, скажем так, системой использования всех этих технологий, да, всех трех платформ виртуализации. Что еще нужно отметить? Ну, соответственно, управление всей структурой или фабрикой, обеспечивающей работу нашего облака. При использовании Virtual Machine Manager для организации частного облака мы получаем много разных возможностей управления фабрикой облака, включая, ну, во-первых, обновление серверов, да, при этом обновление, как, естественно, вставых машин, занимающихся виртуализацией, обновление, там, кластер, да, который будет полностью автоматизировано, так и обновление, естественно, виртуальных машин внутри самого кластера, плюс ко всему, система управления обновлениями интегрируется с сервером обновлений Windows в SUS сервера, ну, в общем-то, это вполне логично. Также мы получаем с вами такие возможности, как динамическая оптимизация. Ну, в общем-то, про данную возможность речь уже заходила, собственно, мы можем выбирать, там, различные схемы балансировки нагрузки на уровне кластера, перебрасывая виртуальные машины, которые требуют больше ресурсов, на менее нагруженные сервера, да, то есть мы можем использовать технологию Live Migration для того, чтобы балансировать нагрузку между различными узлами, чтобы не вызывать, скажем так, переиспользование, да, превышение лимита нагрузки на каких-то конкретных узлах. Мы имеем возможность оптимизации энергопотребления, но вот тоже, скажем так, немаловажный аспект, когда у вас в рамках вашей инфраструктуры происходит примерно следующее, там, не знаю, ночное время, большинство машин простаивает, соответственно, виртуальные машины или количество виртуальных машин, работающих на одном узле, увеличивается за счет, опять же, функции Live Migration, да, то есть разных хостов виртуализации, виртуальные машины передаются на один сервер и обслуживаются именно им, в то время как остальные сервера в это время переходят в режим пониженного энергопотребления, там, в общем-то, вообще, да, могут быть отключены с целью оптимизации энергопотребления, что позволит вам экономить затраты, да, на энергообеспечение работы ваших серверов. Ну, мы, в общем-то, помним, что, да, соответственно, сервера не только потребляют энергию, но и выделяют тепло, что, в свою очередь, повышает требования к кондиционированию помещений, что, в свою очередь, опять же, повышает энергопотребление уже на систему кондиционирования ваших серверных. Ну, в общем, мы все помним, да, о том, что виртуализация дает нам серьезный толчок на пути к зеленым дата-центрам. Ну, вот, собственно, если говорить про virtual machine manager, то оптимизация питания и энергопотребления здесь еще более серьезным образом организована. Что еще нужно отметить, соответственно, если говорить про частное облако? Мы можем также отметить с вами и возможность управления жизненным циклом службы, да, то есть, virtual machine manager 2012 позволяет нам с вами существенно автоматизировать процесс управления жизненным циклом службы, то есть, например, если заказчику или нашему бизнес-подразделению требуется предоставить какой-нибудь сервис, то есть, ну, предположим, exchange, да, то мы с вами лично знаем, что для организации и установки, допустим, сервисов почтовых ящиков, exchange сервиса требуется служба Active Directory, соответственно, контроллер домена будет на одной машине, по идее, должен быть, да, сервер контроллер домена, сам exchange будет на другой машине, ну и так далее. То есть, мы понимаем, что там приложение exchange является, к примеру, многоуровневым приложением, да, на одном, опять же, сервере будет работать у нас сервер почтовых ящиков, на другом сервере будет работать касс-сервер и сервер клиентского доступа, то есть, у нас появляется такая действительно многоуровневая система, обеспечивающая работу одного лишь приложения, да, соответственно, смысл в том, что в virtual machine manager мы с вами можем создавать шаблоны служб, в том числе и многоуровневых приложений и разворачивать их, опять же, там, в один клик. При этом, опять же, мы можем организовать развертывание и на основе образа, и, там, отдельную установку необходимых приложений, и все такие возможности у нас, в общем-то, остаются и доступны нам как раз именно благодаря virtual machine manager 2012. Далее, портал самообслуживания SSP 2.0, соответственно, что мы здесь с вами обсуждаем? Ну, в общем-то, дошли мы непосредственно до вопроса о том, что такое портал самообслуживания virtual machine manager SSP 2.0. Ну, вот, соответственно, это некий продукт, который позволяет нашим клиентам самостоятельно формировать, скажем так, использование своего частного облака путем направления запросов на предоставление требуемых сервисов. Запросы они, в общем-то, формируют именно благодаря самому порталу, а уже администратор virtual machine manager, там, согласовывая, ну, или, да, там, получая одобрение на тему данных запросов, в общем-то, выделяет им уже требуемые ресурсы, ну, и предоставляет им, на самом деле, даже не ресурсы выделяет, а представляет им уже требуемые сервисы и приложения. Значит, по порядку обо всем, да, то стоит отметить, что сам портал самообслуживания строится на базе, на платформе систем Windows Server 1008 R2, технологии Hyper-V, да, и, в общем-то, virtual machine manager. Раньше self-service portal или SSP первой версии был частью virtual machine manager, теперь это отдельный продукт, который вы можете бесплатно загрузить с сайта Microsoft, который, вдобавок к всему, является еще и достаточно серьезно расширяемым за счет различных решений от партнеров, да, то есть сторонние решения партнеров позволяют, в общем-то, интегрироваться с порталом самообслуживания и таким образом серьезно повышать функциональность данного решения. Какова система работы самого портала самообслуживания, да, то есть рабочий процесс портала состоит из четырех основных этапов, где вы прежде всего, да, определяете, конфигурируете ресурсы самого вашего отсода, то есть, ну, в общем-то, определяете имеющиеся ресурсы, которые могут выделяться по требованию ваших бизнес-единиц. Дальше вы организовываете процесс регистрации подразделений, ну, то есть определяете, какие бизнес-единицы, какие сервисы, какие ресурсы, в каком количестве и как могут запрашивать. А, соответственно, третий вариант, это после того, как запрос будет сгенерирован и какое-нибудь подразделение или бизнес-единица данный запрос сформирует на предоставление какого-то там сервиса или приложения с учетом его требований. Дальше идет вот процесс утверждения данного запроса, процесс его согласования, соответственно, назначения ресурсов, ну и соответствующее выделение. В результате всего этого, да, у нас наступает четвертый этап, где у нас подготавливаются, самостоятельно подготавливаются виртуальные машины, обеспечивающие тот самый набор функций, которые требовались бизнес-подразделения на ресурсах, выделенных из вашего облака по согласованию с вами. Соответственно, касательно выделения ресурсов в центре обработки данных, ну, в общем-то, нам в любом случае при работе с селф-сервис-порталом, с порталом самообслуживания необходимо определить и зарегистрировать пол ресурсов, доступных для работы, которые, ну, в общем-то, включают в себя и систему хранения данных, и сеть, и подсистема балансировки нагрузки, и каблоны виртуальных машин в том числе, ну, то есть, в общем-то, разные вычислительные ресурсы, хранилища. Все это мы с вами должны определить, зарегистрировать и дать возможность данным ресурсам быть выделенным в ответ на запрос наших пользователей. Дальше, соответственно, процесс добавления новых подразделений в инфраструктуру. Достаточно простой процесс, где администраторы, в общем-то, могут зарегистрировать необходимые бизнес-единицы на портале самообслуживания и зафиксировать их требования или требования к данным подразделениям. При всем при этом делается централизованно из одной локации, из одной страницы, которая доступна администраторам. Ну, и, соответственно, дальше администраторы уже подразделений могут запрашивать требуемые ресурсы для каких-то своих сервисов с учетом согласования администратора от СОДа. После этого происходит проверка запросов и их согласования, где администратор от СОДа, проверяя подготовленные запросы, согласовывает выделение данных ресурсов. Ну, и дальше происходит как раз непосредственно процесс подготовки самих уже ресурсов, выделения их администраторам соответствующих подразделений. То есть, в ответ на запрос, после его согласования администратор от СОДа выделяет соответствующие ресурсы, подготавливает необходимую инфраструктуру и соответствующие виртуальные машины. На слайде у нас отображено запрос, оценка, анализ, согласование и процесс предоставления самих сервисов, мощностей и ресурсов по требованию администраторов бизнес-подразделений. В результате мы с вами получаем готовую инфраструктуру с готовым набором приложений, которые изначально требовались нашей бизнес-сединицы. SSP 2.0 является расширяемым за счет встроенных средств. Например, вы можете автоматизировать его работу средствами PowerShell. Например, можно командами PowerShell автоматизировать отдельные операции. Можно создать сквозную автоматизацию, которая после апрува вашего администратора автоматически сгенерирует все необходимые запросы команды для развертывания виртуальных машинопродуктов. Есть возможность интегрировать данную систему с рабочими процессами Opalis. Вы в портале самообслуживания можете выполнять практически любые действия встроенными средствами. В частности, создание, запуск, остановку, перезапуск виртуальных машин и любые другие предопределенные наборы действий с виртуальными машинами. Плюс ко всему, все это осуществляется через портал администратора, который всей данной структурой будет управлять. Партнерские решения SSP 2.0. Мы с вами видим примеры и варианты расширений портала самообслуживания средствами партнеров. Здесь вы видите различный набор продуктов от различных компаний. Действительно, данный сервис пользуется спросом, так как он позволяет нам организовать полноценное облако за счет того, что предоставит некий интерфейс конечным пользователям, ну или, скажем так, администраторам бизнес-единиц для сформирования запросов на предоставление им требуемых ресурсов и сервисов. В заключении надо отметить, что действительно virtual machine manager 2012 позволяет нам усовершенствовать процедуру управления и автоматизировать процедуру управления, скажем так, компонентами нашего частного облака. Портал самообслуживания, SSROS портал, позволяет существенно снизить затраты на администрирование данной инфраструктуры и позволяет конечным пользователям куда более быстро и эффективно использовать частное облако и запрашивать соответствующие ресурсы. Ну вот, в общем-то, все это как раз повышает эффективность и удобство пользования и работы с облаками. Ну и вот, собственно, на слайде приведены ссылки на различные ресурсы, которые вы, в общем-то, используете для получения дополнительной информации о виртуализации, в общем-то, о самом направлении виртуализации Microsoft, о непосредственно самом гипервизоре, как некой платформе виртуализации, отдельно о virtual machine manager, собственно, сравнении приложения виртуализации Microsoft с, в частности, решениями VMware, ну и так далее. В общем-то, ссылки у вас есть, материал доступен, пользуйтесь.